Конституция, как я уже сказала, сохранила свой ярко выраженный социальный вектор, социальный характер. То есть в полной мере сохранились все права и гарантии для граждан. Именно с таких слов и начался расширенный совет нотариусов. Они активно включились в диалог по обсуждению проекта изменений и дополнений в основной закон страны. Общество постоянно развивается, и поэтому логично, что обновленная конституция затрагивает практически все сферы жизни. Стоит понимать, что изменения и дополнения основного закона страны коснутся и жизни будущих поколений – детей и внуков. Поэтому каждому нужно внимательно продолжать изучать проект Конституции и обязательно принять участие в референдуме. Проявить свою активную гражданскую позицию, чтобы в нашей стране жизнь становилась лучше и комфортнее. Прежде чем рассказывать об этом другим, необходимо изучить в коллективах грядущие изменения Конституции. И поэтому одним из таких мероприятий является сегодняшний наш расширенный совет нотариусов. Все мероприятия проведены уже в коллективах нотариальных контор. Нотариусы участвовали в диалоговых площадках и иных мероприятиях, которые организовывались органами власти и управления республики. И вот сейчас одно из итоговых таких мероприятий для руководителей нотариальных контор Брестской области. В ходе встречи состоялось обсуждение основных изменений, предлагаемых в проект новой Конституции. Особое внимание было уделено статьям, которые претерпевают наибольшие изменения. Сохранение исторической памяти, закрепление социальных гарантий, института брака и семьи, защите персональных данных, изменений в работе законодательной и исполнительной ветвей власти. Особое внимание уделено разделу о статусе, полномочиях и функциях Всебелорусского народного собрания. Сложилась ситуация, когда изменились геополитические условия, социально-экономические, изменились внешняя и внутренняя политика в государстве. А основной закон, Конституция, по которому живет государство, оно не в полной мере отражало все вот эти изменения. И поэтому, в общем, этим и объясняется необходимость принятия изменений и дополнений в Конституцию, вот того проекта, над которым мы работали, который сейчас обсуждается. Подводя итоги областного совета, было отмечено, что трансформация основного закона нашей страны необходима для того, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего времени и обеспечивать дальнейшее развитие Республики Беларусь. Но, несомненно, как и прежде, во главе всех изменений должны стоять интересы граждан. Продолжение следует...